Сирия 9 апреля, сводка за сутки. В Идлибе сторонники Хаят-Тахрир Аш-Шам перекрыли дорогу к конвою российской военной полиции. Сирийская армия в ходе рейда ликвидировала спящую ячейку ИГИЛ в Диэр-Эс-Зоре. Неизвестные взорвали цистерну с бензином на севере Алепа. Боевики Сирийской национальной армии выпустили из тюрьмы враги полевого командира ИГИЛ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмад Марзук. Смотрите до конца. Коротко об итогах жестких противостояний. Провинция Дамаск. Сотрудниками российской военной полиции в Сирии была осуществлена операция по проведению разведывательно-поисковых работ. Мероприятие по обнаружению сделанных вооруженными боевиками схронов взрывчатых веществ и боеприпасов проходило в населенном пункте Сагба, расположенном на западе провинции Дамаск. Эта территория была освобождена еще в 2018 году во время операции Дамаская сталь, проводившейся сирийской арабской армией при поддержке России в Восточной Гуте. Сам населенный пункт Сагба был освобожден в марте 2018 года, однако даже спустя столько лет в городе продолжают находить схроны террористов, действующих на этих землях. В первую очередь это Хаят Тахрир Аш-Шам, бывшая Джебхат Ан-Нусра, запрещенная в РФ, ныне действующая на северо-западе Сирии в Идлибе, а также Ахрар Аш-Шам. Несмотря на возможные риски, российские военные полицейские отважно вскрывают подобные схроны, выполняя работу по недопущению новой провокации боевиков и активизации спящих ячеек террористов. В обнаруженном в населенном пункте Сагба-Схроне было найден внушительный арсенал различного вооружения, включая различные снаряды, гранаты и патроны. И, судя по флагу, принадлежит он именно боевикам из Ахрар-Аш-Шам. Федеральное агентство новостей публикует фотографии найденного вооружения с разъяснениями. Дамаск обратился к России за помощью в борьбе с распространением коронавируса. Как сообщает ТАСС со ссылкой на посла Сирии в Москве Рияда Хадада, запрос с просьбой предоставить защитные средства и оборудование был направлен в Министерство здравоохранения РФ. Кроме этого, сирийские медики испытывают нехватку защитных костюмов и оборудования для проведения анализов и обследований. Во вторник государственно-новостное агентство САНА со ссылкой на Министерство здравоохранения Сирии сообщило, что число зараженных COVID-19 в стране возросло до 19 человек. Из них три человека выздоровели, двое скончались. Провинция Алепа. В поселке Кафр-Насих взрыв заминированного автомобиля убил местного жителя, еще двое получили осколочные ранения. Сирийская национальная армия обвинила в теракте боевиков из состава сил освобождения Африна. Их также обвиняют в подрыве цистерны нефти в городе Африн. Днем подразделения вооруженных сил Турции открыли огонь по опорным пунктам курдских боевиков в районе поселений Айндакна, Талькарах, Ум-Аль-Хаш, Ахрас и Тель-Сусан. По данным агентства Алкхабаур, в результате обстрела был ранен один ребенок. Мальчик по имени Мохаммед Амин получил осколочное ранение головы, после чего был доставлен в больницу в город Африн, где ему была оказана медицинская помощь. По данным репортера СОХ, в поселке Набихара боевики Ахрар-Аш-Шам совершили покушение на полевого командира группировки Джейшан-Нухва. С огнестрельным ранением и в тяжелом состоянии командира доставили в госпиталь в городе Африн. Конфликт между группировками возник на почве передела зон влияния и раздела изъятого у местных жителей имущества и скота. Источник также сообщил, что боевики Сирийской национальной армии демонтировали участок железной дороги у станции Майдан-Акбас, продав ее налом на рынке в городе Азас. Провинция Дейр-Эс-Зор. Демократические силы Сирии провели рейд в поселке Аэс-Суса. По информации портала Massar Pressnet, в ходе рейда боевики обыскали несколько домов местных жителей. На фоне последних нападений неизвестных боевиков на блокпосты и патрули, СДФ участили обыски гражданских лиц. Как правило, подобные рейды носят скорее показательный характер. Арестованных по подозрению в пособничестве террористам ИГИЛ удерживают в тюрьмах несколько месяцев незаконно, за неимением доказательств их действительно причастности, после чего отпускают на волю под давлением родоплеменных союзов. Как передает агентство Эль Маздар, на западе провинции сирийская армия провела антитеррористическую операцию. Подразделения сирийской арабской армией совместно с иранскими отрядами КУЦ и с поддержкой ВВС Сирии исследовали пустыню Баде-Эс-Сухне на стыке административных границ провинции Рака и Дейр-Эс-Зор. В ходе рейда были уничтожены укрытия и транспорт запрещенного в РФ Исламского государства, ликвидированы несколько террористов. Сирийская армия также усилила свое военное присутствие на юго-западе провинции, где выросло количество вылазок спящих ячеек ИГИЛ. В районе поселка Маадан на административной границе между провинциями Дейр-Эс-Зор и Рака произошло боестолкновение союзных сирийской армии ополчений с боевиками Демократических сил Сирии. Как сообщает источник в сети Twitter с Ада Эль-Шаркой, курдские боевики открыли огонь по позициям бойцов Национальных сил обороны и отрядов иранских бойцов КУЦ. Провинции Идлиб. В рядах Хаят-Тахрир Аш-Шам в очередной раз произошли изменения. Как передал телеграм-канал Вестник Дамаска, член Совета Шуры группировки Абу Мали Каттали объявил о своем выходе из группировки по причине непонимания дальнейшего политического развития движения. Отметим, что осенью 2019 года внутри Совета уже произошел раскол, когда сразу три члена Совета выступили с резкой критикой главаря Абу Мухаммада Аль-Джулани. По их мнению, он допустил рост коррупции в группировке, которая привела к потере значительной части Идлиба. На юге провинции сохраняется напряженность на линии разграничения сил правительственных войск и вооруженных группировок. Телеканал Джисер ТВ передал, что подразделения сирийской армии, дислоцированные в окрестностях города Маарет-Ан-Нуман, открыли огонь из тяжелой артиллерии по опорным пунктам боевиков Хаят-Тахрир Аш-Шам у поселения Аль-Фатыра и Сафухан в ответ на обстрел своих позиций у деревни Флайфель. Разведывательные беспилотники ВВС Сирии были замечены над позициями боевиков после столкновения. Как передает РИА новости, в окрестностях освобожденного от террористов города Хан Аэс-Субуль, сирийские военнослужащие обнаружили схрон боеприпасов. Откуда были изъяты ручные гранаты, противопехотные мины производства США, кустарно изготовленная взрывчатка и пояса смертников. Предположительно, здесь же находился завод по производству самодельных взрывных устройств, бомбоубежища и штаб, откуда террористы связывались с командным пунктом. По информации агентства Baladi Network, десятки турецких военнослужащих были направлены к поселку Ариха, где был возведен новый наблюдательный пункт. Общее количество пунктов Турции возросло до 57. Источник также сообщил, что сторонники Хаят-Тахрир Аш-Шам продолжили забастовку на участке М4, заблокировав проезд для российской части совместного российско-турецкого военного патруля. Демонстранты пропустили только турецких военнослужащих. Провинция Рака. Курдские медиа-активисты сообщают, что протурецкие боевики Сирийской национальной армии выпустили из-под стражи бывшего полевого командира Исламского государства Файсала Балу, также известного как Абу Ахмад. Террорист вернулся в свою деревню в Раке и, как утверждают курдские источники, вместе с высокопоставленным террористом ИГИЛ Рахидом Юсифом, который сейчас числится в рядах Сирийской национальной армии. Министерство обороны Турции сообщило вечером, что турецкие спецподразделения нейтрализовали четырех боевиков рабочей партии Курдистана или отрядов народной самообороны на севере провинции. Как сообщает ведомство, боевики планировали нападение в районе операции «Источник мира». Провинция Хасака. На севере провинции турецкая армия и ее союзники из Сирийской национальной армии открыли огонь по опорным пунктам демократических сил Сирии у поселков Абу-Расин и Тель-Тамор. Как сообщает агентство Эль-Маздер, в ходе обстрела были повреждены укрепления боевиков, но также был нанесен материальный ущерб домам местных жителей. Информации о жертвах среди гражданских лиц или в рядах СДФ пока не поступало. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира. Субтитры создавал DimaTorzok